МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти. В студии Иван Шумилин. Смотрите сегодня. Как пройдет парад в этом году? В Самарской области началась подготовка к празднованию 9 мая. Деталь обсуждали на Оргкомитете под председательством главы региона Дмитрия Азарова. Жителям домов, которые пострадали из-за коммунальной аварии, сделают перерасчет за горячую воду. Когда? Расскажем. Дом вырос почти в два раза. Планировали 9 этажей, а построят 17. Вскоре высотное здание должно появиться прямо во дворе двух других домов. Их жильцы обеспокоены и ждут помощи. Кто больше волнуется, дети или мамы и папы? Родители тольяттинских школьников присоединились к региональной акции ОГЭ для родителей. В Самарской области началась подготовка к празднованию 9 мая. Накануне в столице региона состоялось заседание регионального Оргкомитета Победа под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На площади Куйбышева по традиции пройдет парад Победы с учетом действующих в регионе санитарных требований. Ожидается, что в нем примут участие более 3000 человек. Будет задействовано более 60 единиц боевой техники. Бессмертный полк планируется провести в онлайн-формате. Будет сформирована отдельная виртуальная колонна региона. Участие в акции смогут принять все желающие. Возможность проведения офлайн-мероприятия будет зависеть от эпидемической обстановки. Кроме того, будут проведены акции «Диктант Победы» внутри истории и многие другие, в рамках которых молодежи расскажут о подвиге советских людей, в том числе жителей Куйбышева в Великой Отечественной войне. Также по традиции 9 мая пройдет праздничный концерт на площади Куйбышева. А завершатся торжества с залпами салютов, которые прогремят над Волгой. В Тольятти сделают перерасчет за горячую воду. Представители областного правительства, администрации Самары и Тольятти, депутаты Губернской думы и сотрудники коммунальных компаний провели специальное совещание. Одним из главных вопросов стал перерасчет стоимости горячего водоснабжения в автозаводском районе Тольятти. Причиной обращения к этой теме стали многочисленные жалобы жителей в январе этого года на неприятный запах горячей водопроводной воды. И, как стало известно, тольяттинцы увидят перерасчет уже в майских квитанциях. С 9 до 17 в Тольятти хотят нарастить этажность дома, который должен появиться прямо во дворе двух других многоэтажек. Люди обеспокоены. Новое соседство, по их мнению, сулит снижение напора воды в кранах, нехватку парковочных мест и солнечного света. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Против новой 17-этажки жители домов 49А и 49Д по улице 40 лет Победы. Буквально в 20 метрах от их окон застройщики предлагают поставить высотку. Разрешение на строительство было получено в 2015 году и продлено до 2019. Но приступить к работам компания решила только сейчас, когда территорию обжили люди. В нашем квартале и так уже все дома слишком плотно друг к другу построены. Людей очень много, при этом отсутствует какая-либо инфраструктура. То есть очереди на детские сады огромные. Детский сад у нас сейчас строится, сдастся только в конце 2021 года и на 150 мест. Данных по строительству школы вообще никаких нет, когда она будет построена. Школа 70-я уже отказывается принимать наших детей. В 14А и Б кварталах проживает примерно 7 тысяч человек. Проблемы социальной инфраструктуры и налицо. Поэтому, когда пришла новость об уплотнении застройки, люди как один вышли на публичные слушания, чтобы сказать свое «нет». Инфраструктуры нет, зелени нет, парковок нет. Еще один 17-этажный дом, где еще 15 квартир, 15 машин. Мы видим, что дома растут, а больше ничего нет. Новая многоэтажка, уверена, тольяттинцы лишит их мест для парковок, с которыми и так уже проблема. А еще и солнце. Платили ожидают на высоком этаже. А есть люди, которые живут с первого, даже по 10-й этаж, у них света дома не будет. За помощью в отстаивании своей позиции горожане обратились к депутату Самарской губернской думы Денису Волкову. Строительная компания хочет увеличить этажность, увеличить само размеры дома. Это очень плохо. Нам надо общественные пространства расширять, но не делать вот именно такую точную застройку. Еще раз, квартал должен называться комплекс. Должны появляться дома, должны появляться там, будут детский сад у нас сейчас строиться, должны появляться общественные пространства, где можно было отдохнуть с детьми. Сейчас большинство проживающих в микрорайоне 14-я молодые семьи с детьми. На прошедших публичных слушаниях большинством голосов проект увеличения этажности нового дома они отклонили. Но это только начало большого пути по созданию комфортной среды, уверен Денис Волков. Первый общественный слушатель, потом они даже проект новый сделали. Опять общественный случай. Опять, если будет против, мы не разрешим. Третье, разрешение строительства, которое дает министерство областное. Там, как депутат, я уже этот вопрос буду контролировать. Наша основная задача, я хочу все-таки протокол занести, давайте мы обсудим с жителями все-таки 14-я квартал, 14-б, полностью застройки. Денис Волков предложил жителям квартала действовать на опережение, изменить зонирование земли и организовать слушание по ее комплексной застройке. А еще пригласил подключиться к развитию территории со своими инициативами. В регионе для этого есть проект содействия и поддержка депутатов. Игорь Речман, Сергей Рогов, Новости Тольятти. В субботу, 10 апреля, в Тольятти, как и по всей стране, пройдет международная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В нашем городе диктант можно будет написать на 12 площадках. Это вузы, библиотеки и дворцы культуры. Но стоит поторопиться, на площадке библиотеки культурного центра «Автоград», например, свободные места уже закончились. Регистрацию можно пройти на официальной странице акции. Адрес вы видите на своих экранах. Начало акции в 15 часов. По традиции читать текст будут известные люди, общественные деятели, актеры, а также педагоги. Так, на площадке Тольяттинского госуниверситета диктант будет читать российская актриса театра и кино Ирина Череченко. А на площадке технопарка «Жигулевская долина» планируется участие главного врача 5-й горбольницы Николая Ренца. Добавим также, что в этом году автором текста диктанта стал российский писатель Дмитрий Глуховский. Учиться никогда не поздно. Родители тольяттинских школьников присоединились к региональной акции ОГЭ для родителей. Она проходит с 5 по 9 апреля во всех российских школах. Кто же больше волнуется перед экзаменом, дети или их родители, выяснила наша съемочная группа. Школьные годы давно позади. Но многие родители тольяттинских школьников вновь смогли ощутить это ни с чем не сравнимое волнение перед экзаменом. Отчасти волнуемся. Надо испытать, что испытывают наши дети. У меня сын выпускается в 9 классе. Решили попробовать проверить свои силы и знания заодно. Ну и понять, что и как, чтобы где-то подсказать детям, как действовать. Строгий контроль на входе, металлодетектор. Нельзя вносить личные вещи, телефоны и гаджеты. С собой только паспорт и ручка. На площадке 89-й школы те же правила, что и по всей стране. Акция ОГЭ для родителей проходит всю неделю с 5 по 9 апреля. Надо сказать, что все школы города активно включились. И родительская общественность тоже в это движение, в эту акцию. Родители охотно откликаются на участие в этой акции. Хочу ощутить, проверить свои силы, посмотреть, что чувствуют наши дети во время сдачи экзамена ОГЭ. Как-то готовились специально? Ну, немножко готовился, но что знаю, хочу проверить свои знания. Главная цель акции – информировать родителей и выпускников 9 классов об особенностях проведения процедуры государственной итоговой аттестации. Снять психологическое напряжение перед экзаменами. Вот вы как педагог, как считаете, кто больше волнуется, дети или родители? Ну, на мой взгляд, все-таки тревожность больше у родителей. Потому что для детей процедура проведения формата государственной итоговой аттестации, она более-менее понятна. Учителя задолго до того, как это случится, начинают детей готовить. С контрольно-измерительными материалами, с процедурой прохождения основного государственного экзамена. Родители рассадились с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности. По 9 человек в аудитории. На учебных партах – словари, ведь сдают русский язык. Среди участников – представители родительской общественности, городского родительского собрания. Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. На всех экзаменах неизменно присутствуют медики. Мы бываем на экзаменах. Обращаются мало. Детям нужно создать спокойные условия. И, в общем-то, они создаются. Участники акции ОГЭ для родителей уверены почувствовать атмосферу экзамена им на пользу. Главное – верить в свои силы. И тогда все получится. Юлия Шевцова, Владимир Никитин. Новости Тольятти. Музей Автоваза начал работать. Тысячи экспонатов. Автомобили с яркими легендами, коллекцией наград и призов, модели последних лет, спорткары и многое другое. В корпоративном музее будет интересно как взрослым, так и детям. При посещении необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. Подробности о работе музея Автоваза уточняйте по телефону, который вы видите на своих экранах. Один из крупнейших производителей аммиака в России, завод Тольятти Азот, отметил день рождения. Ровно 42 года назад на предприятии произвели первую тонну аммиака. С этого дня заводу удалось достичь немалых высот. Сейчас предприятие входит в десятку производителей этого важного продукта в мире. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 гектаров производственной площадки. С самого своего основания Тольятти Азот играл значимую роль в развитии химической отрасли страны и обеспечении благополучия родного города Тольятти. ТОАЗ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона, а также обеспечивает работой более 4 тысяч горожан. Помимо Российской Федерации, заказчики компаний расположены в десятках стран на пяти континентах. ТОАЗ живет и развивается в Тольятти, поэтому забота о родном регионе имеет для компании первостепенное значение. Лаборатории постоянно следят за соблюдением экологических норм на производстве и вокруг него. Ежедневно социальными объектами ТОАЗа пользуются не только работники предприятия, но и горожане и жители Самарской области. С 12 по 16 апреля компания ТЭВИС будет проводить испытания теплосетей автозаводского района. В связи с этим с 12 часов 12 апреля и до 17 часов 13 апреля будут отключены горячая вода и отопление детских садов, школ, лечебных учреждений, ряда жилых и других объектов. Теплоснабжение сохранится в жилых домах, общественных и промышленных зданиях, кроме тех, где не работают узлы регулирования температуры. Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и горячего водоснабжения необходимо соблюдать осторожность при открытии кранов с горячей водой, не приближаться к местам парения, там могут быть промоины, не пытаться пройти или проехать по затопленным горячей водой улицам и тротуарам, не оставлять автотранспорт около тепловых камер, люков рядом с наружными трубопроводами. Также запрещается доступ в коллектор и камеры теплосети. О всех аварийных ситуациях на теплосетях в период испытания необходимо сообщить в диспетчерский центр компании «Тевис» по телефону 33 30 60 33 30 59. И о спортивных событиях спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Шторы, карнизы, жалюзи. Огромный выбор. Улица Революционная, 1. Поделили очки с прямым конкурентом. Футбольный клуб «Акрон» в очередном матче чемпионата ФНЛ сыграл в ничью с командой «Иртыш». Встреча получилась эмоциональной и богатой на борьбу. В этом матче зрители увидели сразу две красные карточки. Счет в концовке первого тайма открыли «Акроновцы». На 45-й минуте Артур Газданов точным ударом поразил ворота гостей. После перерыва у гостей было несколько реальных шансов сравнять счет, но в итоге это сделали сами хозяева. Защитник «Акрона» Дмитрий Литвин неудачно сыграл в собственный штрафной и срезал мяч в ворота. У нашей команды были шансы вырвать победу, но перекладины и хорошая игра вратаря сделать это не позволили. Ничья 1-1, «Акрон» продолжает идти в зоне вылета. «Крылья Советов» переподписали контракт с перспективным вратарем. Речь идет о Богдане Овсяникове. Он останется в команде еще на три года, сообщает пресс-служба Самарского клуба. Спортивный директор «Крылья Советов» Сергей Корнеленко отметил, «Богдан постоянно развивается и прогрессирует. За этим приятно наблюдать. Впереди еще много работы, но мы рассчитываем на молодого голкипера и его рост под руководством нашего тренерского штаба. Напомним, 22-летний Богдан Овсяников является воспитанником «Крыльев Советов». За команду футболист выступает с 2016 года. В этом сезоне он участвовал в шести играх. За это время голкипер не пропустил ни одного мяча. И о погоде рубрику представляет сеть магазинов «Камышинский текстиль». Продукция камышинского текстиля – это широкий ассортимент и высокое качество готовых изделий, цены от производителя. Подарите домашнее тепло себе и своим близким. Фирменный магазин «Камышинский текстиль» предлагают постельные комплекты, полотенца, пледы. Цены от производителя. Действуют скидки. «Камышинский текстиль» «Камышинский текстиль» Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте tvtoliaty24.ru в приложении «Тольятти-24» и в наших группах в социальных сетях. Так, например, вы сможете подробнее узнать о том, какие изменения произошли в правилах выплат пособий по безработице, а также, как снизить тягу к сладкому. Все подробности на нашем сайте. Заходите на tvtoliaty24.ru, читайте, смотрите новости. С вами был Иван Шумилин. Всего самого доброго и хороших вам новостей.